А вот интересно, количество военных увеличилось или нет с довоенного времени? Помните, многие же говорили, что вот у нас не было армии на начало войны. Но на самом деле контингент военный сколько составлял к тому времени? Ну если мы возьмем... Который мы финансировали с самого начала. У нас на 1991 год, по-моему, было более 900 тысяч человек. Ну а вот поближе там, на 2003 год? На 2002, по-моему, год около 400 тысяч человек. Потом пошло такое резкое сокращение до 200, до 220, с 2008 и по 2012, по-моему, было 184 тысяч человек. Потом последний год 165 тысяч человек. То есть перед войной было 165 тысяч человек где-то, да? Перед войной, да. А вот сколько сейчас? Можно уже... Сейчас, ну, если по закону, то 250. 250 тысяч человек где-то плюс около... Ну, я не знаю, точную цифру не назову, и она к тому же и секретна. Ну, надо. Сколько у нас в активном резерве? То есть плюсом является то, что на самом деле создан резерв. Активный резерв тех людей, которые прошли и АТО прошли, и люди, которые подготовлены, они знают не просто как винтовку держать, грубо говоря, а как с этой винтовкой бегать и как остаться живым на поле боя. Вот, это большая разница. Это уже мы приближаемся вот к той профессиональной армии. И профессиональная армия – это не контрактная армия. То есть я могу набрать людей по контракту и не профессионалов. А вот это, кстати, интересный вопрос. Я могу из призывников, если у них будет срок службы, например, 5 лет. Ну, это я опять же... Да ладно, ну, как крепостное право. 12 лет будем делать. Куда это 5 лет? Ну, потому что меньше, чем за 5 лет, очень трудно сделать из пацана профессионала. В Царской России 12 было. 25. В начале 25 лет. Послушайте, так а вы хотите вот что, наших всех мужчин опять? Нет, я не хочу. Не-не-не-не-не. А то так вот уже я чувствую просто. Я просто говорю, чем отличается, то есть сам подход, то есть как подходить. И поэтому, когда мы говорим о профессиональной армии, то она строится, мы предлагаем ее сделать на контрактной основе. Хорошо, ради бога, вперед. Но тогда к этой контрактной системе комплектования должна быть система подготовки, четкая, под них разработана. Это необходимая система вооружения, четкая, под них разработана. И достаточно солидный пакет социальных льгот. Тогда, да, тогда можно это делать. То есть вот эти все четыре взаимосвязанных комплекта. Вот тогда армия будет профессиональной. Один из этих элементов выбираем, все сыпется. Все сыпется. Все остальные элементы просто ни к чему не приводят. Это свойство систем. То есть если мы строим систему, то она должна быть взаимосвязанная. Потому что система определяет не количество элементов, а взаимосвязи между этими элементами. То есть, грубо говоря, из кучи получается система, когда мы элементики начинаем между собой связывать. В рамках какой-то целевой функции. Тогда, да, тогда мы получаем пользу. Продолжение следует...